В храме Рождества Христова состоялась встреча с кадетами Краснодарского президентского кадетского училища. Гостей встретил настоятель храма Протерей Александр Игнатов. Ребята вместе с воспитателями приехали получить благословение. Они подготовили письма для российских военных, выполняющих боевые задачи по защите нашей страны в ходе специальной военной операции. В своих письмах ребята адресовали солдатам слова уважения и поддержки. Кто писал эти письма? Дорогой солдат, я уверен, что ты все стойко выставишь. Твой вклад в благополучие нашей страны невозможно переоценить. Ведь ты герой, герой с большой буквы. А героем в наше время может стать не каждый. Письма в ближайшее время будут переданы бойцам на фронт и в военный госпиталь. От храма Рождества Христова отец Александр передал для солдат книги Святого Евангелия, иконы и жетоны с изображением «Спас нерукотворный» и святого Георгия Победоносца. Спас нерукотворный. Вот знамя наше. А почему знамя? Потому что в Библии говорится «Знамя мое Господь». Но самое главное, поговорили с ребятами о важности веры в Бога для будущих защитников Отечества и воинском служении своей Родины. А что делать? Господи, благослови. Господи, укрепи. Вот вера в собственное бессмертие дает человеку силу побеждать, подниматься и взять еще раненого друга на себе, поточить. Потому что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своей. Отец Александр привел слова Александра Васильевича Суворова. И говорил, запомните слова, которые сказал Суворова. Неверующий солдат всегда или трус, или дезертир. Суворова вообще надо подробно об этом остановиться и на этом воспитывать нашу молодежь. И сила веры, и сила духа, и сила тела. Ты должен быть крепкий, умный. Ты должен быть, раз ты уже выпускник такого подразделения, через день, должен быть стратегом. Потому что приходят ребята, а куда бежать? Спокойно построились, рассчитались на первый, второй. Все, уже командир, за мной! Значит, ты уже за собой повел. Так что очень большая на нас ответственность, ребята. Как важны сегодня для будущих офицеров наставления великого полководца Александра Васильевича Суворова? Ведь быть твердым и мужественным без веры в Бога невозможно. Нравственно переродиться, духовно понять, что вообще избранный Божий народ, который должен сохранить православие, Европа уже его не сохранит. Одна Россия, если ты Бог, вообще всю землю держит, потому что если Россия есть, церковь есть, вот такие ребята растут еще. Вот после этого Бог хранит нашу землю. Если мы это не сохраним, мы все потеряем. А сохраним, будем жить. Будем веровать, будем жить. Аминь. Спасибо Господи.